Дачный сезон Немало удивили кабачки невероятной длины. Какая точно, сам хозяин не подозревал. Знакомая с Белоруссией сказала, привезла. Говорит, вот дали одну семечку, сказала, вот с этой семечки вырастает, они по метр-то больше. Не меряли сколько у вас получилось? Нет, не мерял. А мы предложили померить, чтобы проверить. Кабачок причудливой формы измерению не поддавался. С напуском вышло метр двадцать два. На удивление больших размеров удалось вырастить лук и картофель. У опытных садоводов-огородников есть свои секреты. Это сорт Агрета. И весит вот эта клубня самая большая 820 грамм. А эта где-то 710 второй. Обрабатываем мы очень просто. Только органические удобрения ложим. Ну, правда, как это лето было сухое, мы дважды поливали ее. И вот такая у нас. Ну, почти каждый год она у нас такая. Меняем место и посадки. Каждый год. Каждый год, ну, как мы живем на даче, на даче каждый год сажаем ее на другой участок. У нас три вида сорта картошки, и поэтому у нее такая большая картошка растет. Скажите, какая она на вкус, как на цвет? На вкус она очень вкусная. Вот она, когда почистишь, она желтенькая. А когда сваришь, она белая. Можно ее и пюре готовить, и так кушать. Она рассыпчатая, вкусная картошка. Дарами природы инвалиды обеспечивают себя, детей и внуков хватает, чтобы по почве друзей накрыть праздничный стол в дни рождения и юбилей членов организации. На каждый день тоже остается. Мы тут обедаем. У нас где-то в коллективе работает 10 человек. И мы каждый раз огурцами, помидорами, картошкой всегда обеспечены. И не приходится покупать с базара. Готовим обеды здесь в обществе. Люди приходят? Люди приходят, да. Тем, кому особенно тяжело ухаживать за огородом, просят помочь соседей. В благодарность делятся урожаем. Одинокие инвалиды часть выращенного продают на рынке. Выручка идет на лекарства. Казалось бы, экологически чистые продукты местного производства, пусть небольшими партиями в сезон сбора урожая, дачники могли бы за определенную плату поставлять в детсады или школы. Но такой практики в Латвии нет. Фрукты и овощи закупаются централизованно по конкурсу, в котором участвуют крестьянские хозяйства. А с другой стороны, само общество никакой инициативы не проявляло. Может только пока. Продолжение следует...